Победить хрустальную болезнь есть шанс у 16-летней Элины из Шерегеша. Кости девочки могут сломаться даже от неосторожного прикосновения. Специальный курс лечения уже дал эффект, но требуется продолжение. Стоимость свыше полумиллиона рублей. Большую часть собрали, не хватает всего 19 тысяч. Сегодня в Шерегеше прохладно, родные с Элиной обращаются как с тончайшим хрусталем. И это не образное выражение, и любят от всей души. Она очень веселая, она позитивная, такая шустрая, ей постоянно что-то нужно рассказывать. Она очень много чего-то сама вычитывает из книг или из интернета, и потом делится это с нами этим. Вынести и забрать с улицы и усадить в коляску разрешено только папе или бабушке. У Элины очень хрупкие кости, даже дружеское, но неловкое объятие может повредить ее. Есть два варианта получить это заболевание. Это по наследственности и по ломкогенам именно. У меня это лично мое, ни от кого не передалось. Саму ирония – это штука полезная, без нее никак. У нас много шуток в семье на эту тему. Несовершенный остеогенез. 30 переломов последний бедром. Бывает, даже не замечает, как случится. Но вяжет, шьет, лепит из глины, даже торт испечь может. Осторожненько и учится на пять, дистанционно. Я уже привыкла за 13 лет. Как бы с ней мы друг друга понимали. Трудности в том, что у нас ножки не ходят. Если бы ножки у нас начали работать, нам бы намного-намного легче стало. Мама Элины ушла из жизни, когда девочке было два годика. Папа работает автоградиристом. Курс лечения – три капельницы. В год три раза ездим. Это в Москве. Два года уже ездили, капались. Пока не ломаемся, держимся. Но и плотнее кости не становятся. Пока они не укрепятся, операции на позвоночнике для корректировки сколиоза и исправления деформации бедер так и будут оставаться в отложных. А коляска – приговором на за окном горнолыжный курорт. Погулять там красиво можно зимой. Там еще хаски гуляют. Если собачки воспитанные, то прыгать не будут. А так, если и запрыгнуть, то не факт, что сломаешься. Может, конечно, есть, но гарантия 50 на 50. Для продолжения лечения требуется 550 638 рублей. Большая часть денег собрана. Осталось 19 тысяч. Чтобы в мочей линии, отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Любую сумму она спишется с мобильного счета и другие способы помощи на сайте РУСФОНДА. Диана Волчкова, Максим Кудрунов, Максим Кувашин. Вести Кузбасс, Таштагольский район.